Нашему благотворительному фонду официально 16 лет, но по существу практически мы начали заниматься благотворительностью с начала нашего существования. Я вам расскажу очень интересную историю. Это было в 1992 году. Я поехала в Москву в министерство, и они подают мне письмо из школы города Казани. Это письмо было о просьбе, чтобы мы принимали детей инвалидов в наш вуз. К сожалению, у них очень часто непонятное образование, чем они будут заниматься. Мы решили, что мы возьмем целую группу бесплатно на первый курс колледжа. Вот это было наше первое благотворительное делок. Мы поддерживаем не только их и работаем не только с самими инвалидами, но и с их семьями и помогаем, чем можем, в различных областях. В конце учебного года каждый раз на выпускные экзамены, на защиту диплома мы приглашаем руководителей различных отрастей. У нас приходят руководители банков, где требуются такие сотрудники. У нас приходит практически всегда министр труда, и они отбирают себе того, кого они считают нужными для работы в их учреждениях. За 16 лет, конечно, благотворительный фонд реализовал достаточно большое количество проектов. Реализовывал он их не только в одиночку, естественно, со своими партнерами. Например, очень большой проект был для семей, которые принимают в свою семью детей с инвалидностью и без нее, в качестве приемных семей. Очень интересный проект был выставка до кино. Благополучателей в этом проекте составило больше пяти тысяч. Попускаясь из школ-интернатов, ребята не все имеют навыки самообслуживания или бытовые какие-то навыки. Так у нас родился проект «Кулинарная доступность». Мы запускали школу фотомастерства, опять-таки, для ребят с опорно-двигательным аппаратом и для ребят с нарушением слуха. В нашем проекте, который был поддержан фондом президентских грантов «Этносемья Татарстана», и вообще очень здорово, что у президентского гранта есть возможность поддержать некоммерческий сектор. Мы выиграли сначала один проект, потом второй проект, одним из которых стала «Этносемья Татарстана». Проект был очень интересный, очень массивный, очень яркий, очень масштабный. Это было всего 10 семей с детьми с инвалидностью, но проект сам по себе позволил сплотить эти семья и показать каждому родителю, каждому члену семьи, насколько он друг для друга важен. Безусловно, в наших проектах достаточное количество ребят, которые занимаются волонтерской деятельностью, но волонтеру волонтеру рознь. Для работы с детьми особой категории нужен особый волонтер, я бы так сказала. Потому что человек, который помогает ребятам с нарушением зрения, с нарушением слуха или с нарушением опорно-двигательного аппарата, должен быть психологически готов к этой системе сопровождения. Безусловно, волонтерство, оно популярно в молодежной среде, когда реализовывалась «Этносемья Татарстана». Волонтеры с большим удовольствием к нам присоединялись. И, безусловно, реализация этого проекта позволила нашим волонтерам одновременно поработать с несколькими категориями детей с инвалидностью. Это были и нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, безусловно. И вот такие опыты работы одновременно сразу с несколькими нозологиями на самом деле выдерживают далеко не каждые волонтеры. Свою волонтерскую деятельность я начала еще в школьные годы. Поступив на высшее образование, где-то два курса, я не думала о волонтерстве. Но когда у нас начались пары по педагогии и психологии инклюзивного образования, наш преподаватель Елена Валерьевна рассказала нам об особенностях таких детей и предложила попробовать себя в качестве волонтера. С тех пор я зажглась этой работой, и мне безумно нравится помогать таким детишкам, таким студентам. Я вижу в этой работе нечто светлое не только для всего мира, но и в самой себе. Свою волонтерскую деятельность в проекте «Этносемья Татарстана» я вспоминаю всегда с теплом, с радостью. Это был яркий, незабываемый опыт. Дети у нас как-то раскрепощены стали, они уже более стало им все это интересно, и они чувствуют себя, что... Что они не такие же дети, как обычные дети. Такое внимание к ним. Кому как бы не нравится внимание, когда... А нашим детям уж особенно нужно внимание. И это их очень тоже вот дало какие-то им силы, может быть. Вот они более стали открытые, более, ну, радужные, что ли, стали такие. Мы очень познали много, и нас это сплотило даже больше. Мы очень довольны, что мы на этом проекте побывали. С легкостью, с радостью. Да, все это прошли, мы очень весело, очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин